приветствую вас на первом циничном канале и этот сюжет будет некоторым продолжением вчерашнего который я опубликовал это ролик дениса нашего бронебойнейшего комрада там он рассказывает каким образом ему удалось стряхнуть государства 310 тысяч обязательно его посмотрите вполне действенный метод пойдете им может быть сколько-то до стряхнете у него получилось 310 у вас могут быть другие суммы но метод вполне действенный и ссылка обязательно этот ролик будет в описании сюжета вот а сегодня будет продолжение ну некоторые мои мысли по поводу вчерашнего ролика дениса так вот сегодня поговорим о дистанционном заработке о накоплении котлеты о том как уволиться с работы монетизировать творчество и так далее об этом много было сказано все эти вопросы поднимем и самое главное поговорим о самообмане это основное препятствие для соответственно выхода в монетизированное творчество может быть для иммиграции потому что вы привязаны к местности рассмотрим вот эти вопросы начнем кстати с последнего именно самообмана комрадов тех комрадов которые зачастую говорят подкоплю котлету и уволюсь с работы потому что нужно на первое время какая-то котлета нужно вот я его подкоплю уволюсь может быть даже иммигрирую из россии и соответственно буду заниматься монетизации творчества друзья в большинстве случаев это самообман в большинстве не всегда но наверное 90 с лишним процентов это самообман сейчас я скажу каким образом выявить самообман потому что человек сам себе врет он считает что это правда просто за счет раскладки с помощью логики вы увидите что вы занимаетесь самообманом и скажу каким образом выйти из этой ситуации но друзья сначала маленькое объявление буквально крошечное еще раз хочу напомнить в субботу 3 февраля в 11 по москве на этом канале где вы смотрите ролик на основном опубликуется ролик пять вопросов настоящему мужчине его я прошу максимально поддержать комментариями лайками распространением соц сетях просмотрами с разных аккаунтов по личной там почте шлете своим друзьям знакомым и так далее будем пытаться всем мужским движением вывести его ну куда-то повыше потому что мужское движение она как бы между собой чеком уже существует и нужно вывести его на внешнюю аудиторию может быть получится кому-то спасти жизнь поэтому 3 февраля 11 прям поставьте себе памятку вот напомнил и теперь перейдем собственно к основной теме это самообман так вот друзья я вам предлагаю схему каким образом не заниматься самообманом если вы планируете копить какую-то котлету вам нужно еще там годик чтобы доделать дела потом вы готовы уволиться с работы во первых учтите что вы попадаете таким образом в большое количество людей занимающихся самообманом посмотрите где-нибудь в москве или в питере каждое утро стоят пробки колоссальные но об этом я много раз говорил рабы стоят в пробках на работу потом пробки стоят вечером из москвы из питера и любого вот из них спросите ну вот каково тебе рабом жить каково тебе каждый день там просиживать в этих пробках потом холопствовать перед работа этим работодателем рабовладельцем хозяином своим и он вам скажет что ничего ничего пара лет и я поднимусь то сейчас надо поработать проявить себя и пара лет он уже десятилетиями так считает он десятилетия говорит что пара лет и вот он будет работать на себя вот в вашем случае это просто по-другому звучит вы хотите накопить котлету и вам тоже нужно чисто по совпадению пара лет может быть год вот вот и все и вы уволитесь вот и заживете как свободной жизнью монетизируйте творчество друзья это одно и то же вы тем самым попадаете в эту массу каким образом из этого можно выйти и каким образом увидеть самообман давайте сначала расскажу как считается пособие по больничному допустим сегодня вы взяли больничный сегодня у нас двадцать четвертый год как она будет рассчитываться ваши заработки за два предшествующих года предшествующих году заболевания то бишь за 23 за 22 суммируются из них вычитаются пособия по больничному то есть суммируются именно заработки они выплаты по больничному и полученные суммы делятся на 24 месяца в двух годах так высчитывается среднемесячный заработок дальше уже высчитывается дневной из него и среднемесячного заработка поэтому если в двадцать четвертом году вы возьмете больничный несколько больничных допустим весь год будете брать у вас сумма выплат по больничному меняться не будет потому что весь 24 год у вас в расчете участвуют 23 и 22 несмотря на то что 24 выбрали допустим дофига больничных в 25 у вас будут два года считаться 24 и 23 и тогда все будет зависеть от вашей зарплаты в двадцать третьем если она была большая так что ее хватает на два года раскладывать чтобы что-то получалось более-менее то пособие опять же будет большое если она была небольшая учтите что в двадцать четвертом у вас будет вычитаться уже много больничных но год вы можете куролесить получая по сути среднюю зарплату за предшествующие два года год ну как куролесить на больничных сидеть так вот друзья если вы как эти массы стоите ну которые стоят два года еще поработать надо и они в большие директора выйдут если вы точно также хотите подкопить котлетку вот может быть иммигрировать монетизировать творчество уйти в свободу и как я уже сказал по совпадению вам тоже нужно два года вот таким образом вы можете решить вопрос вы можете начать брать больничные зарплату у вас будет сохраняться больше восьми лет стажу 8 и больше у вас сто процентов идет оплата больничного то есть по деньгам вы не потеряете вы выиграете по свободному времени рекомендовал бы рассмотреть невролога вот знаете бывает спину защемило приходишь к неврологу лишь мне спину защемило разогнуться не могу у неврологов самые большие сроки больничных этого мне терапевт месяц я брал только так вот кстати денис который записывал ролик он тоже у него спину защемило у меня тоже друзья очень много раз защемило это просто напасть но самое главное что это круче любого другого специалиста именно невролог обследование особо нет никаких ну это же болевые ощущения вы приходите говорите ух очень сильные болевые ощущения вам молоточком по коленочке постучат непонятно какая связь со спиной но тем не менее она наверное есть специалисту видней и в общем-то месяца на больничном можно сидеть только так вот дальше может быть еще разок прийти ну если защемило спину что делать вот но не разогнуться опять же как это не мучайте себя не зря же ваш рабовладелец перечислял за вас взносы по больничному ну по страх страховка на случай не трудоспособности так вот весь этот год вы высвободите кучу времени соответственно для развития монетизированного творчества которые вы хотели развивать подкопив котлетку а котлетка у вас будет копиться у вас не упадут доходы так вот друзья если да но что будет вы испортите отношения с вашим рабовладельцем то есть после такого он будет может быть даже пытаться вас уволить будет говорить что если ты постоянно болеешь увольняйся на это вы можете сказать что если ты не хочешь соблюдать российское законодательство по которому мне больничный положен эмигрируй вот попытка вас уволить это не так легко сделать жалобы писать никто не запрещает вот поэтому уволить вас не так уж просто тем более на больничном а у него наверняка какой-то компромат есть на него во первых можно жалобу писать на то что вас пытаются уволить незаконно а во вторых может быть есть еще что-то короче говоря выйти на человека с работы это в голливуде только ты уволен и убежал и все и ушел это не так просто сделать если вы будете отстаивать свои права вот то есть человеку уволить не так просто скотину до легко уволить человека который будет отстаивать свои права нет это очень трудно сделать вот как уволит так через суд и восстановит и выплатит зарплату за простой за незаконное увольнение так вот самое главное что отношения ваши испортится и потом через год или через два в зависимости сколько вы будете таким образом жить ну скажем так когда вы решите выйти на работу если вы решите вам будут подгаживать вот там вам действительно придется уволиться но вы же говорили вы же сами говорили что вам нужен годик-два чтобы накопить котлетку так вот пройдут эти годик-два и монетизировать творчество допустим поверьте у вас будут возможности для монетизации творчества намного большие потому что у вас будет свободное время и свободной силы и если вы не идете таким вариантом вы врете сами себе вот это самое главное врете себе в том плане что вы говорите что за два года или за год я разовью монетизированное творчество но при этом будучи на работе но нутро ваше говорит что даже если ты не будешь работать у тебя в тысячу раз будет больше возможностей монетизированное творчество развить ты его все равно не разовьешь то есть вы врете причем очень топорно сами себе это вообще дело заведомо проигрышное уж если вы не верите в развитие творчества при наличии свободного времени и денег и сил то каким образом вы собрались его развивать в полу коматозном состоянии в котором вы приходите с работы тогда тем более по крайней мере ваши шансы выскочить в свободу таким вариантом через там боличные они растут блин даже не в разы а на многие порядки там несколько нулей можно дописать не верите в это как же вы тогда заставляете себя поверить в то что на батрачке вы какое-то творчество разовьете не занимайтесь самообманом друзья иначе ваши два года будут длиться пожизненно хотел сказать вечно нет вечно не пока не подохните попросту говоря вы каждый раз будете верить что вам осталось два годика только вот тем холопом которые на работу едут для того чтобы сделать карьеру а вам для того чтобы монетизировать творчество и для того чтобы соответственно соскочить с батрачки это самообман просто подловите себя можешь за два года или за год на батрачке не тем ли более можешь без батрачки вообще в космос уйдет творчество вот а если не можешь без батрачки как же собрался на батрачки ну вот друзья то есть таким образом вы будете немножечко до сжигать себе мосты но по крайней мере шансы вы увеличите а сжигать мосты вы будете именно к батрачке то есть вам труднее будет потом вернуть вернуться батраком что еще даст дополнительную мотивацию развивать творчество потому что вы будете понимать что ну холуем вас уже не возьмут ну по крайней мере сюда где вы были куда-то еще холуем пойти но могут отзывы быть плохие один рабовладелец созвонится с другим и скажет как халуй никудышный никудышный выработка минимальная вот постоянно болеет скотина вот и вас могут уже не взять соответственно то есть таким образом вы будете подстраховывать себя от идеи от сумасшествия пойти на батрачку ну вот такие соображения ну да и и ну Продолжение следует...